Дорогие товарищи, здравствуйте! Добро пожаловать в вечернюю школу Ликбез по устранению музыкальной неграмотности. С вами Раиль Арсланов и это Хижина Музыканта. Мы начинаем. Если вы прошли целиком мой первый урок, посвященный вокалу для гитаристов, то вы молодцы. Если вы выполнили все требования, которые я давал там, то уже можно спокойно смотреть вторую часть, то есть этот ролик. Если тамошнее задание вы еще не выполнили, пожалуйста, верните туда и пройдите, потому что в этом уроке будет не совсем удобно вам заниматься и не совсем все понятно. Ну а мы приступаем. Сегодня дам несколько упражнений, как и вы просили, для развития вокала. Первое упражнение называется пение гамм. Что такое гамма? Это поступенный подъем по семи нашим известным нотам. Это дороми, фасоль, оси. Потом идет восьмой нот и снова до, и все это повторяется выше или ниже. От ноты до до следующего до 8 нот октавой. И вот поднимаясь от нижнего до, например, до следующего до, мы проходим все ступени подъема. И это называется гаммой. И эту гамму можно пройти не только от ноты до, но и от следующих нот, то есть от ре тоже можно построить гамму от ми. Вот. И прикол в том, что на гитаре можно, не меняя шаблон, играть все гаммы. То есть вот от третьей ступени я сыграл, от третьего лада имеется в виду. Потом могу передвинуться и то же самое сыграть уже от пятого лада, то есть от ноты ре. Посмотрим от пятой ступени нашу гамму. По сути, вы его можете найти в интернете, в Яндексе написать. Гамма до мажор, гамма ре мажор. И посмотреть аппликатуру, как на гитаре играть. Ну давайте посмотрим, как играть вообще гаммы до мажорной от пятой струны. Пятая струна на третьем ладу, на пятом. Четвертая на втором, на третьем ладу, на пятом. Третья струна на втором ладу, на четвертом и на пятом. И обратно. Пять, четыре, два, пять, три, два, пять, три. По сути, все через пятый лад идет. Первое упражнение для вокала это петь вот эти самые ноты из нашей гаммы. То есть как петь? Берем первую ноту до, нужно голосом поймать эту же ноту. Чтобы ваш голос слился с этой нотой. Если у вас звучит что-то... Ну то есть не совпадаете, нужно совпасть. Спуститься или подняться. То есть я нашел ноту до. Следующая нота идет ре, пятый лад на пятой струне. Подъем, то есть до, ре. Попытайтесь, чтобы ваш голос совпал с этой нотой. Обязательно найдите ее. Дальше нота ми, четвертая струна, второй лад. Или взять на октаву ниже, то есть кому неудобно. Следующая нота фа, третий лад. Фа, ми, фа, соль. Пятый лад. Потом ля. Третья струна, второй лад. Ля. Потом четвертый лад. Си, но. Пятый лад, третья струна. Пришли от до вот этого. До. До. До верхнего до. Таким образом, протренировали более-менее точное попадание в ноты. То же самое нужно проделать от всех семи нот. То есть от всех семи гам, получается, для начала. Например, возьмем от ноты ля на шестой струне. Это для парней наиболее удобный диапазон. Удобная гамма. Потому что низко поет. Ля, си, ту, ре, ми, фа, соль, ля. Ля, соль, фа, ми, ре, ду, си, ля. Все делается по шестой струне. Зажимаем шестую струну на пятом ладу. Это ля. Потом на седьмом ладу. На девятом. Пятая струна также на пятом ладу. На седьмом. На девятом. И вот четвертая струна на шестом ладу. И потом на седьмом. Получилось? Ля, си, ту, ре, ми, фа, соль, ля. Ля, соль, фа, ми, ре, ду, си, ля. Нужно попытаться спеть эти ноты. Попасть в них. Не гонять сейчас их. А именно взять по одной ноте. Ля. И найти ее. Ля. Высоко будет. Но нужно поэтому брать ниже. Ля. Следующая нота. Си, до. А потом без гитары попробуйте это все спеть. То есть ноту ля себе дали. Ля. Поднимитесь. Си, до, ре, ми. И выше. И самое лучшее это вот добраться до следующего ля. От этого ля. И спуститься. То есть без гитары. Если вы уже сможете точно попадать в эти ноты без гитары, то вы молодцы. То же самое играйте от любой ноты. Например, от си, если взять седьмой лад по шестой струне. Тоже шаблон не меняйте. Как от ля играли, то же самое играйте от си. Это уже си, до, ре, ми, фон, соль, ля, си. Выше стало. То есть уже немного поднимаемся. У кого-то не получится, конечно, так высоко. Можно спустить до соль. И по такому же шаблону играть ту же гамму. И петь. А мы уже переходим ко второму упражнению. Второе упражнение заключается в том, чтобы петь интервалы. На основе той же самой гаммы. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Интервалы что такое? Это когда пропускаем одну из нот в нашей гамме. И берем ноту через одну или через две ноты. То есть, например, после до, если взять не ре по порядку, а ми сразу. То есть до, ми, до, ми. Это уже сложнее. До этого вы поднимались постепенно. То есть до, ре, ми. А тут нужно сразу до, ми сыграть. Это называется интервалом. Здесь в данном случае третья нота получается. И она называется терцией. До, ми. Следующая нота. Например, первая и четвертая. Фа, получается это уже кварта. До, фа. Дальше. До, соль. Если попытаетесь взять. До, соль. Это мы пропустили вторую, третью и четвертую ступени. А если взять дальше. До, ля. До, ля. До, ля. Дальше. До, си. До, си. До, си. До, до. До, до. Октаву взяли. Ваша задача также, например, по порядку. До, ре. Не играть уже, а сразу попытаться взять до. И за ним предстоит пропустить ноту ре. И сразу взять третью ступень. До, ми. Вот я сейчас взял фа. До, ми. То есть, до, ми. До, ми. Взял, да? До, ми. Дальше, например, четвертую. До, фа. Вы, возможно, будете промахиваться там. До, ми. А надо вот выше. Фа, ми. Не обязательно называть ноты. Можете просто. На. 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 Ваша задача именно прыгнуть от первой ноты до следующей. И попасть точно. Это тоже скачки в песнях есть в нотах. Поэтому этот навык нужно развивать. Но в сальфеджио есть такой предмет в школе, где учат как раз петь эти интервалы детей. Там есть хитрость такая. Под каждый интервал можно взять начало какой-либо песни, мотива. Если взять, например, интервал кварта, то есть до и четвертую ступень. Фа. Третий лад. Четвертая струна. То вы и слышите, что здесь звучит гимн России. Россия, Россия священная. Получается до, фа, до, ре, ми, ля, ля. Ну, остальное не главное, но вы ассоциируйте с этим интервалом песню гимн, точнее, России. Запомнили. И уже точно можете запомнить от любой ноты, как звучит кварта. Просто нужно от любой ноты построить песню России священная. Ля. Например, от ля. Россия священная. То есть ассоциируйте, да? Следующий интервал это квинта. То есть первая и пятая ступень. То есть до и соль. Это можно ассоциировать с песней Spongebob. Та-та-та-та-та-та. Помним. Вот этот интервал нужно запомнить. До-соль, 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 до-соль. Если хотите. Запомнили. До-соль. Ассоциируем с песней Spongebob. До-соль, до-соль. Молодцы. Следующий интервал, например, до-и-ля. До-ля. Это уже шестой интервал. То есть от первой до шестой ступени нужно допрыгнуть. До-ля. Третья струна на втором ладу. До-ля. Это уж, конечно, песня Ёлочка. Ну, как уж не вспомнить. До-ля-ля. Со-ля. Фа-до-до. Детская песенка и в лесу родилась Ёлочка. В лесу родилась Ёлочка. В лесу родилась Ёлочка. Каждый интервал ассоциируем с песней, и эту песню желательно подобрать целиком по нотам. То есть вы же эту мелодию уже в голове знаете. Продолжить ее по нотам и вместе с игрой петь. Это самое эффективное. Следующий интервал это до-си. Тут ничего не могу вспомнить. И до-до. Октава. Под каждый интервал, конечно, можно подобрать различные другие мелодии, примеры, песни и ассоциировать это все, чтобы было легче. Ну а мы приступаем к третьему упражнению. Ребята, напомню, у меня имеется основной старый канал, который называется «Жизнь музыканта» или «Раиля Арсланов через стираль». Его я создал прежде, чем создал канал «Хижина музыканта». И там сейчас выпускаю блоги интересные, чем занимаюсь. Также анонсирую свои новые песни в виде исполнения на гитаре или уже готовой треки. Ссылка в описании. Третье упражнение называется «Эхо». Когда вы слышите любую песню, попробуйте это прослушать, остановить и повторить. Называется «Эхо», поэтому оно так. И вы на гитаре тоже самое можете сыграть какую-то мелодию, остановиться и уже голосом попробовать повторить в точности ту же мелодию. То есть, например, на лабутенах, например, вторая струна на третьем ладу, на втором, третья струна на втором ладу, на четвертом. Сыграли, попробуйте, повторить. Найдите эту ноту. Или ниже. И. Ну, без нот, например. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на по этим нотам, и уже 100% будете попадать. То есть на лампу, тет, нах, 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 нах. Вот этот спуск можете не попасть. Нужно его именно с нотами попробовать. На-на-на, на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на. Или... Или вот эту мелодию попробовать спеть. То есть пятая струна на третьем ладу, четвёртая на пятом. Начинаем с четвёртой. Опять-таки квинта, интервал, спуск нужно попробовать. Пробуйте прямо сейчас вместе со мной. Дальше первый лад, четвёртой струны. Третий лад. Пятый. Опять третий лад, пятая струна. Если не попадаете, уже чисто отдельно каждую ноту слушайте. На-на-на-на-на-на-на-на. То же самое можно проделать с любой песней. Включайте любимую песню. Прослушали отрывок, куплет или припевы, остановили. И пытайтесь повторить то же самое. Уже прямо, чтобы копии похожи было на то, что вы поёте. И, конечно же, четвёртое упражнение называется «Петь песни». Это когда вы под оригинал должны петь Более подробно об этом поговорим на следующем уроке Потому что об этом можно говорить очень много То есть включайте любимую песню И именно уже под вашего артиста подстраивайте ваш голос У многих, кстати, получается благодаря этому петь А так вот они просто, когда сами поют, не попадают Почему? Потому что этот артист уже поет в своей тональности Он дает тон вам, вы слышите и подражаете, пробуйте петь Подражайте больше, пойте больше песен ежедневно, по 10 песен Но не сразу перепрыгивайте на следующей песне А именно на одной песне побольше посидите Попойте несколько раз одну и ту же песню Подражая артисту голосом и манерой, чтобы попадать точно в ноты Пятое упражнение, а ну, больше как совет Советую вам слушать симфоническую музыку и вообще классику Она богата гармониями, различными мелодиями Вы больше будете интонирование слышать на инструментах сольной партии Потому что в ваших танцевальных треках, которые вы каждый день слушаете Там обычно нет мелодии, там просто хороший качевый бит Ударная установка, скажем, в роке Ну и голос А по сути интонирование мелодии у них только в голосе Или вообще голоса нет, там звучит ерунда танцевальная Больше такой музыки слушайте, приобщайтесь к такой культуре академической И последнее упражнение, а точнее совет, это изучение нотной грамоты Я выпустил несколько уроков по этой тематике Все есть в описании под видео, а также в конце видео этого вы увидите ссылку на эти ролики Изучайте нотную грамоту Она очень связана с сольфеджио, с предметом таким, где вокал изучает Постепенно с вами перейдем на сольфеджио и все у нас станет намного лучше Когда вы изучите нотную грамоту, мои вокальные уроки, все это соединится вместе Все упражнения, которые я рассказал, если вы делаете, это пойдет на пользу И вы начнете наконец-то петь чисто, интонировать и попадать в ноты Это долгий процесс, но зато очень увлекательный С вами был Раи, если понравился разбор, ставьте лайки 1500 лайков, если наберем, выходит третья часть вокала для гитариста, ребята Если 1500 лайков наберем только Ну, не забывайте подписываться на музыкальный блог Хижин Музыкант Только здесь вас научат качественно петь и играть на гитаре В описании под видео есть мой самоучитель игры на гитаре Если вы еще полный ноль на гитаре, проходите И уже присоединяйтесь к нам в наш клуб любителей музыки Всем пока!